Однажды увидела в интернете фотографию с очень красивым растением, с необычным и замысловатым названием Вигна каракала. Настолько она была эффектна и экзотична, что я во что бы то ни стало захотела ее приобрести. Узнала, что это вьющаяся лиана. В народе ее называют улиточный виноград и виноградная улитка. Растет в открытом грунте в Центральной и Южной Америке, а в нашем суровом климате она может погибнуть. Поэтому ее выращивают в основном в качестве горшочно-садового растения. Информации о ней в интернете было предостаточно, а вот где найти семена или саженцы этой лианы не указывалось нигде. После долгих поисков не удалось все же найти семена. Прислали по почте 5 вполне здоровых на вид семян. Посадила их в сентябре в отдельные горшочки и стала ждать. Семена перед этим замачивала на 24 часа в ватном диске. Примерно через 2 недели появился первый росток. Еще через неделю проросло второе семечко. А вот третье прорастало около 2 месяцев. Два других я посчитала невсхожими. И каково же было мое удивление, когда в горшке уже с другим растением ровно через 90 дней вылез крохотный росточек, который так и не стал взрослым растением по моей вине. Может проросло бы и пятое семечко, если бы я про него вспомнила. Ну а если бы еще семена перед замачиванием слегка потерло пилочкой или наждачной бумагой, то они зашли бы гораздо быстрее. Мои лианы в горшке продолжали развиваться и выпускать длинные стебли. Я еле успевала подвязывать их к опоре и прищипывать. Весной одну из них перевалила в горшок побольше, а две других отдала в хорошие руки. Под подсветкой с опрыскиванием каракала дожила до лета. В июне перевалила в 30-литровый горшок и вынесла в сад. Грунт брала универсальный цветочный. Полив по мере высыхания почвы, подкормок не проводила. Выбрала ей самое солнечное место и небольшую опору. Росла ли она первый год исправно. Высотой была примерно метра полтора, не больше. И выдала всего несколько побегов. Мне показалось, что на жарком солнце ей не очень комфортно. Не было буйной зелени и то и дело ее одолевал паутинный клещик. Но несмотря на это, лиана все же зацвела. Цветочков распустилось всего три. Но какие они были необыкновенные. По форме и правда напоминали улитку. Замысловато изогнуты и закручены. Переливы цвета просто изумительны. Желто-фиолетовый, белокремовый, пурпурно-розовый. И все это в одном цветочке. Рассматривая его, можно было еще и уловить приятный нежный аромат гиацинта. Осенью лиану обрезала примерно 40 сантиметров от земли. И оставила зимовать в светлом прохладном помещении, где температура не опускалась ниже 10 градусов. На следующий год в апреле месяце занесла ее в тепло. А уже в мае вынесла в сад. На этот раз подобрала ей место с легким притенением от полуденных солнечных лучей. Грунт частично заменила и пару раз за сезон провела подкормки комплексным удобрением. Разница в росте с прошлым годом была не очень заметной. Лиана выдала чуть больше количества стеблей. Но зато цветов было намного больше. Цвела вигна каракала с конца июня и до конца сентября, радуя нас своими изумительными улиточками. Семен почему-то не образовалось, поэтому на следующий год я планирую размножать ее черенками. Очень хочется видеть у себя в саду как можно больше этого прекрасного растения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова